Это Давича, и мы продолжаем оплатить лицом в московском общественном транспорте, запускают новый вид оплаты проезда. За передвижение по городу пассажиры будут платить по сканированию лица. Эта функция появится в приложении «Московский транспорт». Туда можно будет загрузить свою фотографию, привязать банковскую карту, и с нее и будут сниматься деньги. Заменит ли это кондуктора и дойдет ли когда-то нововведение до Кировской области, выясняла Зоя Попцова. Что-то кондуктор не спешит. И вот ты стоишь, ждешь, чтобы оплатить проезд, а если наличных нет, а если карта окажется в стоп-листе, что тогда? Конфликт, хамство? Или меня вообще высадят из троллейбуса? Может быть, действительно проще предъявить лицо для оплаты проезда? Не проще, считают сами кондукторы. Кто, например, будет урезонивать пьяных, высаживать безбилетных и отвечать на назойливые расспросы? Я думаю, что без кондукторов нельзя, потому что водитель просто не сможет выполнять функции кондуктора. То есть сейчас это обработка салонов, соблюдение порядка во время движения, контроль оплаты проезда. Кстати, про оплату. В Кирове пока рассчитываются за проезд двумя способами – наличкой или банковской картой через валидатор. А устройства эти уже устарели. Самая частая жалоба от пассажиров – карта в стоп-листе при оплате. Наверное, да, карта бывает в стоп-листе. Пассажиры в ширине, наверное. Ну, мужчины некоторые, как бы, может, грубят. Это не моя проблема ваша. Впрочем, проблем в кировском общественном транспорте, как выяснилось, не так уж много. По крайней мере, так считают пассажиры. Я никаких не вижу. У меня все нормально. Мне все нравится. Да ни с какими не сталкиваемся. Пешком много народу. Да ни с какими. Я обычно пешком хожу. Редко очень езжу в транспорте. А бывают ли, может быть, конфликты или при оплате какие-то проблемы? Нет, конфликтов нет. Все хорошо вроде бы. Да вроде бы нет. Только если долго жду бывает и все. При таких положительных отзывах в автотранспортном предприятии все же обновляют технику и закупают новые терминалы. Хотя это, по словам руководства АТП, должны заниматься в электронном проездном. Так что ждать новшеств, типа оплаты по лицу, в Кирове вряд ли стоит. Да это нам не особо нужно, говорит гендиректор предприятия Денис Пырлок. У нас 300 миллионов нет в городе Кирове. Если бы и были, то я думаю, что мы бы их потратили все-таки на обновление подвижного состава, а никак не на игрушки, потому что это, я считаю, просто игрушка. Нам, мне кажется, неплохо живется от того, что кондуктор может принять стоимость проезда. Кстати, и в Москве противников биометрического сканирования немало. Пассажиров столичного транспорта пугает, что электронную базу данных могут слить или взломать. С этой точкой зрения согласны и некоторые технические эксперты. Ну, безусловно, есть еще другие риски этой ошибки распознавания, да. Когда вы, например, кто-то оплачивает по лицу, условно говоря, да. И если система недостаточно качественная, могут деньги списать не с этого человека, но с какого-то чужого счета. Вывод один. Новшества – это хорошо, но экономить-то них нельзя. И если все сделать разумно, то вот он – пример будущего. Но пока только в Москве. Зоя Попцова, Александр Нестеров, Никита Донога, Бюро новостейдовича.